Всем привет! Добро пожаловать на урок Т6. Т означает перевод, перевод какой-то статьи с сайта Роблокса. Сегодня мы поговорим про Data Types, про типы данных и про ЕНУМЫ, ЕНУМЕРАЦИУ. Что это такое? Ну, начнем, как всегда, со скучного сайта. Так, ну, как скучный. Вы должны вообще-то к нему привыкнуть и все время на него ходить и смотреть. API Reference. Здесь у нас есть описание по всяким штукам интересным. Сегодня мы посмотрим вот эти вот два пункта. Data Types я постараюсь все рассмотреть, а ЕНУМС мы только заглянем, полюбопытствуем. Потому что там на самом деле все очень просто. Главное понять, что это такое. Ну, в идеале здесь поговорим про типы данных. Типы данных в языке луа, вы знаете, наверное, есть числовые, текстовые, булевые. В простых уроках по луа у меня есть таблички tables. Но в Роблоксе, для того, чтобы вам удобно было работать с функциями, и чтобы не пришлось бы в каждой функции передавать по миллиону аргументов, придумали, ну, и чтобы вообще ваш код, ваши скрипты меньше занимали строчек, меньше места, чтобы все было легче делать, ну, конечно, когда вы научитесь, придумали некие особые типы данных. Сначала их было мало в этом Роблоксе в 2005 году, игру это вот теперь. Вот. И уже, знаете, вот уже набралось, не буду считать сколько. Ну, давайте. В идеале начинать, конечно, нужно не по алфавиту. Ну, давайте я все-таки по алфавиту пройду, но начну сначала вот с типа данных, как Vector3. Вы, наверное, во многих уроках видели такой тип данных. Ну, рассмотрим, как вообще устроено описание каждого из типов данных. У нас... Я, кстати, на каких-то уроках мы заходили и что-то подобное читали. Что нам нужно запомнить? Ну, это вот так называется тип данных, Vector3. Троечка обычно означает, что в этом типе данных будет сколько значений находиться. Вот тройка, значит, три будет каких-то числа. Или три каких-то хитрых значения. Так, ну, давайте посмотрим про то, как у нас вообще устроено все. Идет название типа данных, конструкторы. Что такое конструктор? Ну, из конструктора вы, наверное, знаете, что можно что-то создать, что-то собрать. Дело в том, что раз эти типы данных в язык луа не встроены, то чтобы этот тип получить, мы всегда должны пользоваться конструктором. Вот в куче моих уроков, и не только моих, вы, наверное, видели такие вещи, как для создания значения Vector3, мы пишем Vector3.new. Это и есть конструктор. Ну, тут мы видим, что есть еще какие-то конструкторы. Еще конструктор, значит, чтобы создать Vector3, вот есть три варианта. Так. Ну, Properties это какие-то свойства. Это означает, что когда мы уже создали этот вектор 3. Давайте, кстати, на векторе 3, наверное, мы и посмотрим. Пример. Я не буду время ограничивать этого урока, потому что переводные уроки и уроки, ну, они скучненькие. Но сегодня будет эксперимент не по этим векторам, а пока я готовился к этому уроку, я нашел кое-что интересное. Так. Ну, давайте создадим переменную LV и в нее положим Vector3. Vector3, тип данных. Помните, как его? Вот сразу V большой напечатал, V напечатал, сразу мне подсказка Vector3.new. И вот нам подсказывает этот P конструктор. И даже вот справа есть подсказка, что же делать. Создает новый Vector3, используя координаты x, y, z. Создает новый Vector3 в каком-то определенном направлении. И мы должны ему передавать нормаль. Видите, тут Enam используется, но мы до этого дойдем. И создать Vector3 из какой-то оси. Тоже Enam и перечисленные оси. Сейчас мы к этим Enam подойдем. Ну, давайте мы простой способ рассмотрим, чтобы вы поняли. Ну, и давайте создадим какой-нибудь, допустим, 5, 6, 10. Все. А, видите, мне подсказка показывает. Вот здесь мы печатали. Еще раз стираю. Вы, наверное, все это, конечно, видели. Скобку поставили. Началась подсказка. 1. Теперь мне подсказывает, подсвечено жирным, что y нужно ось. 4, 10. Ну, я совершенно случайные значения ввожу. Итак, у нас теперь есть этот вектор 3V. В чем удобство? Смотрите, три значения, и они лежат в одной переменной. Вообще, если бы я писал это просто на языке луа, я бы вот так бы сделал. vx присвоить 1, vy присвоить 4, vz присвоить 10. И, соответственно, если вы хотите эту переменную изменить, эти переменные куда-то еще присвоить, вам опять нужно создавать три переменные. Но, что-то с помощью вот такого типа данных у нас все три этих значения, хранятся в одной переменной. Поэтому мы можем, например, вот так создать, написать. Local vv2 присвоить vv. Вот, кстати, очень хорошо. Сейчас мы посмотрим, как же присваиваются эти значения по ссылке или по значению. Я объясню, что это такое. Так, ну, с конструкторами мы разобрались. Пусть вам что-то может быть непонятно. Я просто подробно разбираю на этом векторе. Так, теперь вот значения у нас есть. Так, дальше есть функции. Мы посмотрим эти функции. Что-нибудь делать. Математические операции. Не у всех типов данных математические операции будут, например. Но тут в математической операции нам написан пример, что мы можем складывать эти числа. Я вам не буду про сложение векторов рассказывать. Поищите математику. В школе вы это проходите в каких-то старших классах. Но, по крайней мере, мы можем написать вот так. Local VV3 равно VV плюс V2. И мы еще посмотрим, что же тут у нас получилось. Кстати, можно это делать с помощью отладчика. Но я не хочу себе отладчика. Отладчик, смотрите, отдельный урок. В будущем. Очень полезный урок. Так, сложение, вычитание, умножение векторов, деление и масштабирование. Подождите, деление. Да, умножение и деление. Ну, тут просто. Так. Функции. Я, кстати, где-то уже про это рассказывал. Ага, я вот что хотел. Опертиз. Посмотрим, какие у нас свойства. После того, как у нас уже создан этот вектор, мы можем получить значение конкретно x, y, z. Что у нас за магнитюд? Кстати, не стесняйтесь использовать Google Переводчик. Вам сразу будет говорить. А, ну у вас, скорее всего, на русском языке. Вот. Ага. Размеры или длина вектора. Размеры или длина вектора. Так. Ну, давайте попробуем, напечатаем, во-первых, print. И попробуем, напечатаем наш VV. Сразу же я делаю printVV. Ага. Видите, что у меня показывает? Что уже можно вот эту длину вектора напечатать. Давайте длину вектора напечатаем. Через запятую, например, VV, его оставляющую x. Ну, y, z можно тоже. Ну, давайте напечатаем. y, z. Отлично. Роблокс умеет печатать содержимое вектора. О, не вектор, да, вектор 3. Так что printVV вам полноценно напечатает, видите, даже через запятую. Очень красиво. Показывает, что у нас находится в этой перемене. Это очень здорово. Потому что обычный язык луа, конечно, этого бы не смог сделать. Нам бы пришлось писать специальный метод преобразования нашего вектора в строку. И при печати бы, чтобы получилось читабельное какое-то значение. Так. Вот длина нашего вектора десятка. Ну, кстати, можно поэкспериментировать. Ох, не хочу я вам про векторы рассказывать. Ну, единственное, покажу, что если этот вектор сделать, положить на какую-нибудь из оси. Так. Вектор у нас будет начинаться из координаты 0,0. И вот мы его длину сейчас измерим. Сейчас длина вектора должна быть ровно 10. Да, так и есть. Десятка. Окей. Так. Давайте теперь проверим, как дела у нас с вектором 2. Не с вектором 2, а во второй переменной. Вот я VV2 присвоил. Видите, вот здесь. Вроде бы одинаковые должны сейчас векторы быть. Так. Давайте я в V2, если, конечно, мне позволят сделать, x присвоить 3. Могу ли я без конструктора изменять вектор в роблоксе? Так, мне на девятую строку ругается. Да, извините, запрещено присвоить. Так что, вот эти значения, x, y, z, они только для чтения. Как же, вы спросите, как же можно создать, как же можно изменить, создать копию вектора 3 из просто VV? Как сделать VV2, но чтобы у него x был тройкой? Очень просто. Пользуемся конструктором, который мы сегодня неоднократно еще посмотрим. Можно, конечно, пользоваться конструктором, а можно вот так сделать. V+. Что мы хотим? К x мы хотим тройку прибавить. А здесь нули. Да, отлично. Вот вам и математические функции пригодились. Но, опять же, этот урок не по векторам. Так, что нам еще здесь нужно посмотреть? Функции. Ага, вот еще есть интересная штука. Юнит. Юнит, он возвращает вектор, направленный туда же, куда и наш вектор, если считать из начала координат, но длиной единицы. Ну, когда мы будем трехмерным преобразованием заниматься в каком-нибудь из уроков, нам обязательно понадобится. Так, есть функции, которые принимают как параметры вектор. Здесь какое-то число, альфа, возвращает вектор 3, линейно интерполированный между текущим вектором 3 и вектором желаемым, вот этим. Ну, альфа у нас, наверное, может быть от нуля до единицы. Давайте проверим. А, функция просто называется lerp. Так, ну, давайте попробуем. Так. Ex-local пишу, но это не важно здесь. Так, vv, значит, функцию, к которому вектору мы хотим применить. vv пишем функцию. Здесь мы должны написать тот вектор 3, к которому мы стремимся, из текущего. Ну, вот у нас есть два вектора, например, даже три есть. vv, это я стираю. vv, vv2. Они отличаются. Так, ну, давайте я отличие такое сделаю, что 10, а здесь у нас будет плюс 100. Так что, даже не плюс 100, а просто делаем. Первый вектор у нас по оси z 10 стадов. Помните, что такое стады? Ну, у меня здесь их не видно. Точки, вот эти пупырышки. Все расстояния и длина и так далее. измеряются в роблоксе в стадах. Так, здесь сотни, значит, третий вектор. Но это нам не важно. И мы должны получить новый вектор. Из вектора vv должны получить вектор vv2. Здесь какое-то число. Например, поставлю единица. И давайте напечатаем этот vvn. В идеале сейчас новый вектор должен быть равен желаемому вектору. Так, давайте посмотрим. Так, мы хотим получить... Ага. Давайте теперь сделаем, например, 0.5. И у нас в результате vvn в идеале должен быть половина от желаемого вектора. Да, вот, 55. Ну, все правильно. Значит, возвращаемся к документации. Линейная интерполяция. Это очень здорово, что функция у вас такая. Есть. Например, для чего можно использовать вот эту вот штуку. У вас лазерное ружье. Вы направили куда-то лазер свой. И будем делать ненастоящий лазер, который... Ну, скорость света я не буду говорить сколько у вас. Но если вы вспомните звездные войны, то вы, наверное, позже помните, что лазерный луч выдвигается так медленно. Да? Вот мы берем... У нас есть желаемая длина и направление. Это вектор нашей сабли лазерной. Лазерного меча какого-нибудь. И мы берем, например, юнит начальную от этой от желаемой длины. И мы от этой переменной юнит единичной длины мы будем потихоньку наращивать. Мы будем увеличивать вот это число в цикле, например, с каким-то шагом. И у нас меч в результате вырастет. Ну, естественно, я вам такой игровой пример привел. Примеров может быть очень много. Так. Возвращает... Вот я тоже сочетание скалярную точку. Скал я вот тут. Тоже смотрим в Google, ребята. Так. А, скалярная проекция. Ага. Почему-то возвращает только одно число. Из двух векторов. Точно так же вызывается. Все функции, помните, через двоеточие вызываются. Вообще-то я бы их называл методами. Ну, раз их здесь функциями называют, так и будем называть. Кросс. Возвращает продукт пересечения двух векторов. Это нужно, конечно, смотреть. Слишком куцые описания. А так как я больше под ВД графики, я тут немножечко плаваю. Но ничего, Google помогает. Так. Вот эта функция называется isClose. Возвращает истину, если другой вектор, вот этот вот другой, падает где-то внутри радиуса радиуса эпсилон. Около вектора 3. Так. Ну что ж. Там можно проверить. Ну, по названию понятно, что вы можете определить близко один вектор от другого или нет. Материнические операции я вам уже примерно показал. Используя, просто складывая переменные, вычитая. Видите, как удобно. Так. Ну все. С векторами примерно ясно. Если не ясно, смотрим Google, читаем документацию. Иногда нам более подробно естественно описание типа данных они довольно простые. Но когда мы смотрим описание функций, которым нужны эти данные для работы, там уже будут примеры. Так. Ну давайте теперь по алфавиту пойдем. Axis. Так. Axis это такой тип данных используемый для ArcHandles. ArcHandles. ArcHandles это если я понимаю правильно. Давайте создадим деталь. Так. Мы ее пододвинем. Но это вот эти вот штуки. ArcHandles. Эти штуки мы можем, вы может быть видели, что кто-то в играх использует. Но я видел, что в плагинах спокойно используют вот эти вот штуки. ArcHandles. Здесь мы за них можем взять мышкой и покрутить нашу вещь. Так. Дальше смотрим. Конструкторы и у нас какие-то свойства есть. Конструктор один. Просто создаем Axis. Tuple это некий кортеж, некий список. Список это значит эта функция принимает множество параметров. создает New Axis используя список Axis или Face фейсов. Причем здесь есть опечатка или нет. Все нормали этих фейсов будут сконвертированы в соответствующие оси. Если мы посмотрим про Archangels где их используют функциях мы найдем больше данных. Давайте посмотрим что у нас тут можно узнать. Здесь тоже только читать можно эти значения. x разрешена ли ось x разрешена ли ось y разрешена ли ось z подразумеваются вот эти оси. y у нас зеленого цвета z синего цвета а x красного. Помните вот у нас этот кубик есть. вот так что можно какие-то оси запретить но я не знаю где это можно использовать если в игре управлять каким-то орудием куда-то его направлять что ли эти штуки вы увидите еще при анимации персонажей так ага здесь уже не ось пошли а уже написано face я так понимаю что вот эти вот face top face включена потом face включена левая правая передняя задняя так ну это всего лишь типы данных которые которые можно создать и передать каким-то функциям которыми пользуемся но я вижу что этот axis в моих по крайней мере проектах использоваться не будет brick color вот очень интересно с первого же урока мы этот brick color уже смотрели вроде бы все просто помните мы задавали цвета у кирпичей но смотрим какие есть у нас конструкторы кстати я наверное повторюсь я про это уже говорил но не важно brick color это такой тип данных который представляет уже предопределенный список цветов так что цвета уже заранее предопределенный в roblox в то же время написано что поддерживается любой цвет который мы можем только себе представить с помощью вот этого свойства color base part color так чтобы посмотреть полный список доступных цветов посмотрите вот эту вот штуку мы тоже смотрели это в одном из уроков я сразу отсюда иду просто посмотрим да вот у нас есть можно у каждого цвета предопределенного вот здесь эти цвета были кстати да вот здесь вот эти все цвета у каждого из этих цветов есть свой номер есть свой RGB вариант есть его название так что можно пользоваться названием нужно точно писать в кавычках давайте посмотрим на конструктор типа данных brick color итак можно создать новый brick color цвет и занести его в переменную в какую-нибудь или уже использовать как готовое значение если мы меняем цвет какой-нибудь детали но если мы хотим поменять цвет например у 20 деталей мы конечно создаем вот этот цвет с помощью конструктора тот который нужен заносим в какую-нибудь переменную а потом из этой переменной мы присваиваем каждой из 20 деталей иначе это медленно если вы будете для каждой детали создавать свой цвет и вообще это касается всех конструкторов всех типов данных с конструкторами которыми будем пользоваться старайтесь программировать правильно не перегружайте ваш компьютер не делайте так чтобы ваша игра тормозила итак здесь создается цвет по номеру цвета вот номера цветов ну естественно их фиг запомнишь поэтому просто открываем эту документацию смотрим эту таблицу вот так дальше это по rgb делаем любой получается а нет тут написано не любой а делается ближайший так что наиболее похожий на этот цвет который ну совпадает вот с этими rgb цветами надо же а я думал что можно любые цвета в робоксе использовать ну что ж так вот этот брикколор new конструктор написано можно строчку передать строчку это мы передаем имя имена я показывал вот они имена в кавычках просто пишем вот такое вот слово так дальше можно создать цвет из типа данных color3 мы до этого color3 доберемся в чем отличие color3 от брикколор мы и узнаем когда мы прочитаем про тип данных color3 так что если у вас есть цвет в таком типе можно сделать цвет кирпичиков цвет наших деталей очень похожий на этот цвет так из палитры ну тут по индексу в палитре я не знаю чем чем отличается но если мы дойдем будет у нас где-то загрузка палитры а так для меня в принципе это одинаково вот здесь номер цвета и индекс где тут индекс в палитре вот это я про это пока не читал я пользовался только номерами цветов нигде не видел может это что-то устаревшее сегодня столкнемся кстати в одной статье опять будет про эти типы данных что там пример нерабочий так брикколор рандом это очень хорошо когда вы решаете задачки вот у меня были уроки начальные и мы с ребятами решали задачи вот когда вам нужно нарисовать огромное количество например кирпичей и вы не хотите ломать голову задавать разные цвета всем этим деталям просто создавайте случайный цвет кирпича вот так брикколор рандом очень здорово сразу получается любой любой цвет случайный white белый создается grey серый dark grey темно-серый черный красный желтый зеленый синий слава богу они на этом остановились а так знаете можно было бы сделать функции наверное для всех цветов но это тоже возможно это с самого начала роблокса они сделали какие-то конструкторы потом добавили еще какие-то а старые не удаляют чтобы старые игры не ломались а продолжали работать так ну и properties это уже когда мы создали цвет помните когда мы переменную какую-то создали вот типа как мы здесь сделали вв мы можем уже из нее через точку посмотреть какие-то значения мы можем если мы например цвет новый получили через его имя мы можем узнать его номер мы можем узнать составляющую красную через точку r маленькая причем видите тут говорит что выводится не выводится возвращается результат от нуля до единицы значит здесь будет ноль это если красного вообще нет если если у нас только красный цвет то нам нас будет вот если мы эти значения смотрим то у нас будет значение вот здесь brick.r единица здесь будет ноль для зеленого цвета и для синего цвета тоже будет ноль так имя цвета прям в виде текста как из той таблички так ну и нам еще вернут color 3 это цвет который ассоциирован с brick color отличие color 3 от brick color мы узнаем ну вот кстати забавно в color 3 точно только три значения значит rgb будут храниться красный зеленый синий а видите в brick color оказывается сколько всего хранится и имя и номер цвета еще там чего-то в принципе я вот сейчас думаю сейчас до меня дошло что если вы делаете какую-нибудь игру типа арканоида который разбивает кирпичи или еще что-то действительно по номеру цвета если этот номер цвета всего лишь на всего число я же кучу игр напридумывал какие можно сделать в roblox типа головоломочек так про сифрейм у меня отдельно есть урок давайте тем не менее посмотрим сифрейм тип вспоминаем что можно создать пустой сифрейм там вероятно будет 0 0 0 все значения и можно к нему уже будет прибавлять какие-то векторы можно из вектора 3 создать сифрейм можно создать сифрейм из какой-то позиции координаты 3 координаты xyz и второй позиции куда смотрит например ваш человек значит он стоит на одном месте и враг где-то есть далеко вы передаете координаты своего человека и ту точку в пространстве куда он смотрит вот вам создадут сифрейм ну тут еще сифрейм можно сделать просто из координат xyz как помните вектор 3 ну и так далее и так далее ой как много всего смотрите лучше тот урок по крайней мере не пугаемся теперь сифрейм это такой же тип данных который мы сейчас рассматривали то есть в одной переменной с каким-то именем который мы придумаем какой-нибудь будет храниться сразу значение это очень удобно их легко передавать всего одним названием и не надо за собой тащить кучу всего так я назад нажал сифрейм так что у нас а у как раз color 3 давайте посмотрим ну все ясно color 3 если мы создаем конструктором без аргументов просто скобка скобка то нам создает черный цвет 0 0 0 также можем создавать тоже с значениями от 0 до 1 любые цвета так ребята надо же а есть еще совместимая функция которая создает тоже цвет color 3 но тут уже мы можем использовать те значения которые вам которые вы можете с помощью пипетки получить в таких графических редакторах paint или в адоп photoshop и так далее там значения вам выдают не от 0 до 1 от 0 до 255 просто понятно не перепютывайте конструктор либо просто new либо .from rgb так из другой системы кодирование цвета тоже можно тоже кстати в том же адобе и в разных других системах тоже можете получить эти значения и вам создадут тип данных color 3 когда у нас уже создан какой-то цвет мы можем посмотреть его rgb компоненты так и какие есть функции ага ну такая же функция lerp интерполяция очень удобная мы кстати в одном из уроков наверное использовали я менял цвет летающего летающей платформы например платформа у нас зеленая вот я и ставил сюда цвет который мы хотим получить красный например и сюда значение от 0 до 1 в зависимости от того насколько мы хотим первый цвет ну текущий наш цвет вот он здесь превратить в тот цвет который мы задаем первым аргументом так ну и есть вот такая функция так оно написано статическое да поэтому ее не через двоеточие вызываем как вот все вот эти вот вызывали а мы пишем вот так color.tohsv здесь мы передаем в первом аргументе тот цвет из которого мы хотим получить вот эти вот как раз компоненты hsv и эта функция она вернет три значения так хорошо итак если вы хотите хранить цвета без ограничений без каких-то ну просто для себя то вот используйте color 3 к сожалению на экран мы можем выводить вот только какие-то предопределенные цвета но все это обходится не то что обходится мы же можем использовать текстуры на текстурах у нас будут любые цвета какие мы в текстурах зададим так color sequence это некая последовательность цветов так можно из одного цвета создать color sequence и передаем color 3 как аргумент так можем сделать из двух цветов первая ключевая точка и вторая ключевая точка это будет тоже в color frequency в одной переменной хранится это скорее всего я еще не знаю где это применяется но предполагаю что это возможно в анимации для изменения цвета плавного применяется применяется так ага и можем целую табличку мы можем целую табличку вот таких вот передать color 3 значит не две штуки а 3 4 5 или сколько хотите у вас тоже последовательность цветов получится и все это будет храниться в одной в одной какой-то переменной так ну и возвращает когда у нас уже создан этот цвет мы можем посмотреть вот эту таблицу даже если вот мы вот так создавали цвет все равно у нас получается внутри где-то табличка из ключевых точек с этими цветами если из двух то табличка из двух элементов если прям таблицу передавали то там большая таблица и мы можем уже у готового color sequence переменной у которой такой тип мы можем написать имя переменной точка keypoints и она вернет вот эту табличку с этой последовательностью так дальше очень похоже color sequence keypoint ага а вот а вот и теперь ясно что что это за ключевая точка для color sequence для предыдущего типа данных создает некую ключевую точку в определенном с определенным временем и цветом но для чего это например если мы будем делать какую-нибудь цветомузыку и у нас какой-нибудь шар висит который меняет цвета мы можем задавать последовательность цветов с предыдущим с предыдущим типом данных но в нем каждый из цветов задан вот такой такой вот штукой что здесь мы время например пишем в секундах например единичка значит одну секунду вот такой-то цвет потом следующее такое же значение например две секунды уже зеленый цвет ну и так далее там можете следовать так ну и какие свойства вот если у нас создана переменная с таким типом мы можем через точку имя переменной пишем которому это присвоили точка тайм с большой буквы и мы мы увидим мы увидим в каком в какой точке времени а ребят я вас тут соврал тут написано relative time хотя может и не соврал тоже надо посмотреть это при программировании это время рассматривается как задержка после предыдущей ключевой точки либо как время относительное ну вот здесь написано относительное например если мы здесь напишем пятерка какой-нибудь красный цвет это значит через 5 секунд включить красный цвет если у нас в нашей последовательности цветов будет такое значение но уже со временем 20 а здесь зеленый то это означает на 20 секунды относительно начала проигрывания вот этого последовательности на 20 секунды уже цвет зеленый будет выбран ну окей тоже читаем понимаем что все это просто но где используется ну надо будет посмотреть где здесь используется в каких функциях color sequence там уже будет понятно так doc widget plugin info так но это наверное для создания плагинов сейчас сразу будет предупреждение так да это тип данных который используется чтобы описывать какие-то детали для вот такого плагина используем для создания плагин gui для графического интерфейса ваших плагинов с помощью метода такого ну понятно давайте плагины мы не пойдем но если что вы знаете что можно прочитать про эти типы наконец-то мы к enam подошли сразу говорю что enam enams это одно и то же ну это вы сами кликните на enams и прочтете что там enams это как хорошо всем известный enam enam это сокращение это сокращение интернет что ли не работает enam это сокращение от enam и нумератор так ну что ж если у меня интернет или это сайт не работает сейчас давайте проверяем ага так ребята что-то с роблоксовским сайтом так ну я считаю что ладно для начала этих типов данных про enam я продолжу отдельно пока этот урок выпущу так здесь было много информации но так что-то так что-то это так